Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Мороженое из селедки и жидкое мясо. Самарские студенты осваивают азы модной молекулярной кухни. Если в кране нет воды, горожане поссорились с салоном красоты, который вздумал жить за их счет. От урока до сцены одно па. На детском балетмейстерском конкурсе ищут новых плесецких и улановых. Запасная столица, как бренд региона, в Самаре подводят итоги имиджевого для области проекта. Запасная столица начинает обратный отчет до своего 75-летия. Именно столько в следующем году исполнится со дня пребывания Самары в этом особом статусе. Напомню, в 41-м году в Куйбышев эвакуировали оборонные заводы страны. Построили здесь 30 временных аэродромов. А нефти стали добывать столько, что по Волжи стали называть вторым Баку. Проект Самара – запасная столица был придуман год назад. Его главная цель – имиджевая. Этакий бренд Самарской области, по которому ее будут знать и узнавать. Эхо истории в сюжете Лариса Шалафаст. Свою знаменитую седьмую симфонию композитор Дмитрий Шостакович дописывал именно в Куйбышеве. В начале войны, в октябре 41-го, когда город получил особый статус запасной столицы, сюда эвакуировали не только десятки стратегических оборонных заводов, но и знаменитых деятелей культуры, в том числе и труппу Большого театра. Эти знаковые страницы Самарской истории помогут укрепить имидж области и сделать ее самым узнаваемым регионом страны, уверены участники проекта «Самара – запасная столица». В течение года они организовали несколько масштабных проектов. Футбольный матч памяти, международный фестиваль антивоенного кино «Тишина», образовательный проект школы-экскурсовода. Волонтеры провели в Самаре более ста экскурсий. Первая экскурсия у меня, она как снежный ком. Она началась с семи человек, остальные подходили, несмотря на то, что это было воскресенье. Многие были на дачах летом, тем не менее подъехали. Экскурсия закончилась, в конце экскурсии у меня было 13 душ, включая младенца и собаку по имени Арчибаль. В следующем году запасной столице 75 лет. Организаторы обещают провести еще больше акций, которые привлекут внимание к этой дате. Оригинальных идей ждут и от горожан. Надо делать проекты, в которых много воздуха, много жизни, много энергии горожан. Для нас это самое главное. У нас так и написано на нашем заголовочном слайде «Мотивация общественности региона к тому участию в жизни города». Те, кто уже принял активное участие в проекте, получили специальное удостоверение жителей запасной столицы. Никаких льгот эти корочки не дают, кроме, пожалуй, одного преимущества – гордости за свой город. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Самарские волонтеры сели за парты учить английский, чтобы достойно встретить иностранных гостей на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Занимаются они по два раза в неделю и уверены, за два с половиной месяца вполне можно научиться о зам, а главное – получить стимул продолжать учебу самостоятельно. Основные темы уроков – гостеприимство, медицина, спорт и достопримечательности. Занятия проходят бесплатно в Самарской библиотеке номер 8. В ученики пошла не только молодежь, но и те, кому немного за 50. Среди них – пенсионерка Татьяна Кунатова. Опыт волонтерской работы у нее уже есть. На Олимпийских играх в Сочи она работала со зрителями в Ледовом дворце. Уверена, в Самаре все будет на таком же высоком уровне. На Олимпиаде это было замечательно. Это было все восхитительно. У нас тоже будет грандиозно. Город будет красивый, прям неузнаваемый. И все будет замечательно. С 2016 года будет запущен официальный сайт, где каждый волонтер или любой желающий гражданин города Самары, Самарской области, сможет зарегистрироваться. Один из этапов, это стандартно было так и на универсиаду, и на Олимпийские игры, это знание английского языка. Не только к Мундиалю, а уже к следующему году Самару обещают превратить в город-сад. Весной улица Фрунзе, как и знаменитая берлинская Унтерден Линден, задышат ароматами меда лип, а над Ленинградской зацветут каштаны. В городе началась осенняя высадка деревьев. Мариана Мирная прогулялась по будущим аллеям. Из окон Валентины Корецкой в доме номер 126 на улице Фрунзе теперь видны молоденькие липы. Женщина с нетерпением ждет весны, чтобы наслаждаться ароматом. Уже в апреле высаженные сейчас деревья начнут цвести. Липа она полезная, да даже как патагонная. Взять это и чайок заварить. Когда откроешь окошко весной, и очень хорошо, аромат. Чем больше в городе деревьев, тем больше свежего воздуха и красоты. Городские службы проводят замену старых крупномеров на новые. Так на площади Куйбышева спиленные в начале лета аварийные деревья, по поручению главы Самары Олега Фурсова заменили молодыми елями. Чтобы растения прижились, нужна забота, глубокие лунки и хорошая земля. Мешковины для того, чтобы не рассыпался ком. Мешковина в земле потом сгнивает. Поливаем до определенного, чтобы вода стояла в лунке. Это липочки у нас 2,20 возрастом 8-10 лет. Потом мы привязываем колю, чтобы они за зиму не падали, от снега не поломались. Чтобы 80 лип пережили грядущую зиму, работники спецремстрой зеленхоза будут ухаживать за деревьями вплоть до схода снега весной. Экологическая польза от деревьев, сами знаете, очень большая, конечно. Достаточно много выделяет кислорода. Лип вообще дерево красивое, хорошо цветет, запах очень от нее хороший. И крона достаточно большая, густая. За эту осень во всех районах Самары появится 717 новых деревьев. Березы, туй, рябины, ивы. В исторической части Самары компанию липом на Фрунзе составят каштаны на Ленинградской и вязы на Куйбышево. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Дела сердечные, их профиль. В Самару приехали ведущие кардиологи со всего мира. Более сотни специалистов обсуждают новые методики лечения заболевания, которые по-прежнему являются главной причиной смертности в мире. Понимая это, в Самаре сейчас строят кардиологический центр такого уровня, аналогов которому мало в стране. О проблемах сердечных Лариса Шалафаст. Здоровое сердце – залог долголетия, уверены лучшие кардиологи страны. На конференцию в Самару приехали ведущие специалисты из России, Германии, Португалии и США. Сейчас огромное количество информации, иногда противоречивой. Разные центры делают по разным стандартам исследования. И мы обсуждаем вот эти все исследования, то, что мы получаем ту информацию, насколько и как она должна быть применена на практике. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются в топе причин смертности населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от них в год умирает более 17 миллионов человек. Чтобы своевременно и качественно оказывать помощь пациентам, нужно строить больше специализированных центров, уверены кардиологи. Один из лучших находится в Пензе. Ежегодно в нем оперирует почти 7 тысяч человек. Скоро подобное учреждение появится и в Самаре. Строительство уже ведется. Новый пятиэтажный центр составит единый комплекс с уже существующим кардиодиспансером. В нем будет 8 операционных, более 60 лечебных помещений и 44 реанимационных койки. Во-первых, это будет прекрасно операционно. Я их видел, видел проект, потом ходил, смотрел, что там делается. Это очень, ну скажем, современные и по последнему слову техники выполнены чистые помещения. Понимаете, там приятно работать. А когда хирургу приятно работать, врачам приятно работать, знаете, всегда хорошие результаты бывают. Сейчас в год в областном кардиодиспансере проходит лечение более 15 тысяч человек. Новое современное здание позволит в два раза повысить уровень высококвалифицированной кардиохирургической помощи. Планируется, что строительство нового центра завершится в 2016 году. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Человек есть то, что он ест. Сегодня, 16 октября, когда во всем мире отмечается День продовольствия, этот известный афоризм как никогда актуален. Тем более пищевая индустрия не стоит на месте и готова удивлять даже самого присыщенного потребителя. В Самаре те, для кого производство еды вскоре станет профессией, тоже идут в ногу с мировыми трендами. Студенты факультета пищевых производств Технического университета, того самого, где уже научились делать клеводос, не хуже французского и сыр с плесенью, не уступающий бельгийскому, берут новые вершины, осваивают азы молекулярной кухни, которая сегодня набирает популярность в самых престижных ресторанах России. Мороженое из селедки, жидкое мясо и сушеный сыр. Марианна Мирная выяснила, молекулярная гастрономия – это не только необычно, но и очень вкусно. Эксклюзивный репортаж. Это не пластик и не пластилин. Еще недавно эти вишни висели на деревьях, а тыква росла в земле. Альтернатива привычной еде – новое направление факультета пищевых производств. С тех пор, как сублимационная сушка, так называют специальный прибор, появилась на кафедре, студенты увлеклись молекулярной кухней. Здесь фрукты всего лишь замороженные, удаленная влага. Вот обратите внимание, вот здесь – это, например, грушевые чипсы, покрытые кокосовой стружкой. Или у нас есть варианты, когда мы используем яблочные чипсы, покрытые миндальными орешками, или яблочные чипсы в шоколаде и так далее, тому подобное. Вот посмотрите, пожалуйста, обратите ваше внимание, какая интересная структура бывает у шоколада, когда вы его заморозите сублимационным способом. Такую еду могут использовать космонавты, туристы в экспедициях, ну и просто любители сухофруктов и сухоягод. Популярность молекулярной гастрономии в последнее время зашкаливает. На кулинарных конкурсах можно встретить мороженое из селедки или жидкое мясо. Еда должна не только радовать вкусовые рецепторы, но и удивлять. Перед нами самый обыкновенный апельсин, но мы его сейчас будем сушить сублимационной сушкой. Сублимационная сушка – это небольшая установка, ее основа, полка, на которой будет производиться сушка. И, соответственно, корпус, который будет закрывать эту полку. За 48 часов установка замораживает продукты при минус 80 градусах и высушивает их. Храниться они могут годами. Специалисты, кроме фруктов и овощей, уже пробовали сушить сыр, молоко и соки. Впереди эксперименты с рыбой и мясом. Стол на молекулярной кухне весьма разнообразен. Здесь и крыжовник, и тыква, и малины, и яблоки, и, конечно, всеми любимая клубника, которая с помощью простого стакана воды легко превращается в свежую и живую. Буквально через минуту ягоду можно употреблять в пищу. Ммм, как будто только с грядки. Марьяна Мирная, Григорий Плюшаков. События. Одной из главных тем встречи губернатора Николая Меркушкина с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым стало финансирование строительства Самарского метро. В 2015 году регион уже получил на эти цели 500 миллионов рублей из федерального бюджета. По итогам обсуждения премьер-министр дал поручение профильному министерству еще раз рассмотреть этот вопрос и найти источники, чтобы строительство метрополитена в Самаре финансировалось в соотношении 50 на 50 из федерального и регионального бюджетов. Также на встрече обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу и изменение статуса Тольятти как моногорода. А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. В Самаре получил новое развитие скандальный судебный процесс. Прокуратура посчитала приговор бизнесменам Братьям Зуевым и директору Театра Лайт Михаилу Ушакову слишком мягким. Напомним, подсудимых, обвиняемых в хищении 106 миллионов рублей у Роснефти, приговорили каждого к пяти годам лишения свободы и штрафу в 31 миллион рублей. Прокуратура обратилась с кассационной жалобой. Автоваз оштрафовали за неправильное хранение отходов. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что предприятие не соблюдало требования при обращении с опасными веществами. Завод оштрафовали на 110 тысяч рублей, должностных лиц – на 27. Врачи скорой помощи спасли жизнь малышу, отравившемуся таблетками. Двухлетний ребенок при неизвестных пока обстоятельствах съел 60 таблеток. Медики оказали ему помощь и госпитализировали. С 19 октября на участке Ракитовского кольца будет ограничено движение. Предполагалось это сделать на четыре дня раньше, но было принято решение перенести дату из-за плотного трафика на выходных. В итоге с понедельника закроют две полосы протяженностью порядка 300 метров. Это связано с началом реконструкции Московского шоссе. Кроме того, движение перекроют на участке улицы Некрасовская между Самарской и Галактионовской с 16 часов 16 октября до 17 часов 19 октября в связи с коммунальными работами. В Самарской области могут запретить продажу алкогольных энергетиков. Такой законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Предлагается не только установить полный запрет на розничную продажу энергетиков, но обязать представителей областной власти через СМИ информировать население о вреде таких напитков. Мутят воду. Случаи, когда коммерческие организации паразитируют на жилом доме, где на первом этаже размещается их офис, не редкость. Зачастую люди даже и не подозревают, что оплачивают коммунальные услуги и за себя, и за соседа. Конфликт между жителем и дома, что на улице Мичурина и салоном красоты, прекрасный тому пример. Нешуточная ссора разгорелась из-за воды. Люди уверены, что коммерсанты ее попросту воруют. Алина Чемерес провела беспристрастное расследование. То, что им приходится платить по чужим счетам, жители стали подозревать только в этом году. Хотя история началась, как они считают, намного раньше. Руководство ТСЖ начисления за воду показались подозрительно большими. Сомнение развеяло ответы Самара Водоканала. В доме есть офисы нескольких организаций, но только одна не заключила с СКС договор. Салон красоты. Люди возмутились. Почему мы должны платить за них? Если бы у нас была возможность отключить как-то им воду, мы не можем отключить, потому что у них идет общий стояк. В многоэтажке на Мичурино жители платят за воду по общедомовому счетчику. Долгов перед Самара Водоканалом у них нет. А это значит, что за несознательных соседей им тоже придется раскошеливаться. В СКС признаются, они бы и рады повлиять на эту, мягко говоря, ненормальную ситуацию. Да пока не могут. Мы сейчас не можем рассчитать точно до копейки, какой объем воды и на какую сумму был употреблен этим салоном. Потому что нас, ни нас, ни обслуживающую компанию, ни ТСЖ салон не допускает до своих коммуникаций. По приблизительным прикидкам это порядка 600 тысяч, учитывая штрафные санкции. Каждый раз, когда работников предупреждают, что в определенное время к ним придет проверка, они просто закрывают салон. Мы о своем визите не сообщали, поэтому здесь открыто и мы сейчас попробуем войти. Эффект неожиданности сработал, но здесь нам явно не рады. Приветливая дама прячется от камеры. На все вопросы у нее один ответ. Хозяин не велит. По словам сотрудников салона, все хозяйственные вопросы здесь решает Петр Фаюстов, супруг хозяйки заведения. С ним мы связались по телефону. Вы никакого отношения к салону не имеете? Никакого. Вот как на духу. А кто сейчас тогда, если ваши сотрудники нам дают ваш номер? Да понятия не мои. Да не мои они сотрудники, не знаю. Как пользуясь салоном, я захожу туда, пострижусь, и все, больше ничего не знаю. Если работники водоканала все же установят, что сотрудники салона за коммунальные услуги не платили, им выставят счет. По закону за последние три года. Жителям сумму, которую они переплатили, должны вернуть или зачесть в счет будущих платежей. Чем дольше владельцы салона отказываются выходить на контакт, говорят эксперты, тем выше будут штрафы. Чтобы не платить за чужую жадость, членам ТСЖ советуют научиться быть хозяевами в своем доме. Взять слесаря, взять электрика, обойти весь дом и посмотреть, есть ли незаконные врезки. Эти нежилые помещения должны оплачивать за содержание, за текущий ремонт. Они также должны оплачивать расходы по общедомовым нуждам. То есть они такие же помещения, как и наши квартиры. За свои права жители готовы бороться до конца и уже подготовили заявление в суд. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, Сергей Баскин. События. Дело ведут профессионалы. Подобно Порфирию Петровичу, герою Романа Достоевского, студентам юридического факультета Академии Наяновой предстоит раскрыть тяжкое преступление, к которому они также приложили руку. Это стало частью учебного процесса. Как ребята справились с ролью преступников и служителей Фемиды, расскажет Павел Баймаков. Прошу садиться. Судьи занимают свои места. Импровизируемый зал заседаний переполнен на скамье подсудимых двое. По данным студенческого следствия, подсудимый, как главный герой Романа Достоевского, из-за денег убили ни в чем не повинную старушку и ограбили ее квартиру. Здесь же горем убитые родственники, но, по словам судей, эмоции здесь излишни. Действовать нужно строго по букве закона. Мне всегда хотелось попробовать себя в роли судьи, почувствовать, каково это судить и при этом не осуждать. Государственное видение в первую очередь должно быть честным, беспристрастным и принципиальным. Это самое главное качество. Адвокаты спокойны и расчетливы. Любым путем пытаются найти лазейки и добиться смягчения наказания. Как настоящие профессионалы, студенты продумали каждый шаг от преступления до наказания. В материалах игрового дела имеются даже фотографии с места преступления. Они больше усваивают, запоминают. И если даже случаются какие-то ошибки, вот, например, здесь в модели игровой, они запомнят это и, возможно, не повторят уже в реальной работе. Сделать игровой процесс учебным предложили преподаватели Академии. Прежде чем перейти к уголовному процессу, студенты изучили тонкости гражданских дел. Эксперимент оказался успешным. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Даже свой профессиональный праздник дорожные строители проведут на работе. В Самаре продолжается масштабный ремонт дорог. Не останавливается он ни ночью, ни в выходные. Капитально отремонтируют в этом году 13 улиц. Стартовала масштабная реконструкция московского шоссе. Из 15 миллиардов рублей, которые на дорожное строительство выделили областные власти, почти половина пойдет на самарские магистрали. В лучшую сторону поменялось и качество нового асфальта. Цели ставят амбициозные, чтобы дороги без ремонта служили по 15-20 лет. Лишь на пару часов работники дорожного хозяйства отошли от катков, асфальтоукладчиков и уборочной техники. В филармонии они принимали поздравления от правительства области. Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры региональное правительство уделяет особое внимание. Подготовка к первому первенству даст мощный импульс развитию дорожной транспортной инфраструктуры Самару. Финансирование в Самарской области и непосредственно в городе Самаре увеличилось с точки зрения количества вкладываемых денег и ресурсов. Работа производится сейчас, конечно, с увеличением объемов. Практически не останавливается ни день, ни ночь. «Стояние Зои» на большом экране. В Самаре сняли трехсерийный художественный фильм «Зоя» по мотивам хорошо известного в городе сюжета. Девушка, которая на вечеринке танцевала с иконой, была парализована и простояла без движения 100 дней. Так рассказывали очевидцы. А сегодня эту историю показали в очередной экранизации. На премьере побывал Сергей Кизоркин. История жизни, безверия, прощения и веры. За экранизацию самарской легенды «Стояние Зои» самарские кинематографисты взялись спустя почти 45 лет после съемок своего последнего фильма. В предании ничего менять не стали. На экране разворачиваются события, произошедшие в новогоднюю ночь 1956 года. На молодежной вечеринке, не дождавшись кавалера Николая, Зоя решила танцевать с иконой «Николая чудотворца» и окаменела. А актриса драмтеатра Анастасия Ермелина, сыгравшая главную героиню, к роли отнеслась трепетно. Я немного напугалась, потому что эту историю я знаю с детства. Было очень страшно, конечно. Потому что особенно я, наверное, только осознала, что действительно это за роль, когда в руки у меня попала икона. Ну, волнительно. Расследование необычного происшествия ввел майор милиции по оперативной работе среди духовенства. Ничего криминального не нашел. По легенде, спустя 128 дней Зоя вернулась к жизни. Мы все с вами живем в это нелегкое время. Оно вроде бы у нас легко, а в то же время суета нас затягивает. Мы с вами часто не думаем о своей судьбе, о своей совести, о своей жизни. И вот этот фильм заставляет думать о чуде жизни. Что удивительно, трехсерийный телефильм «Зоя» сняли только с третьей попытки. Работы откладывались по техническим причинам. Сначала в Смоленске, и только со второго раза в Самаре история вновь ожила на видеопленке. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Внимание телезрители! В сетке каналов оператора кабельного телевидения «Дом.ру» произошли изменения. Телеканал «Самара Гист» теперь вещает на частоте 543 МГц. Установите нужную частоту на вашем телевизоре вручную или проведите автоматическую перенастройку каналов. А на этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok